Приветствую вас, и надо сказать, что именно взгляд, да, означает, что, ну, он по-моему скучает, это не очень понятно, вы говорите, что, так, замечаю, что мимолетно ловим взгляд друг друга. Это у вас что-то общее, и если у вас что-то общее, то, соответственно, ставить вопрос, да, о том, что это может быть, мне кажется, не совсем корректно, потому что, ну, сами понимаете, с его стороны это может быть одно, с вашей стороны это может быть совсем другое, вот, и, например, обнадеживать вас сейчас, да, мне как-то кажется не очень правильно, вот, поэтому я думаю, что, ну, в любом случае взгляды означают, что есть тоска, определенная тоска, по, допустим, вам, у него, если взгляд бросается, именно он, а не вы, вот, а что касается вас, то, ну, я думаю, что вы сами способны себе на этот вопрос ответить, то есть, что за это состоит именно, ну, именно с ваших сторон, со стороны, вот. Тоже, что касается, что касается того, что вы часто вместе садитесь, да, ну, оказываетесь вместе, часто, вот. Я полагаю, что это может быть и западение просто, вот. Но может быть и ваше подсознательное стремление быть ближе друг к другу, вот. Вообще, вы говорите, что мы, значит, демонстративно делаем, он демонстративно делает вид, что у меня не существует, да, от этого, знаете, как это называется, обида, обида такая, да, детское поведение, вот. И поскольку детское поведение, оно на то и детское, что вызвано эмоциями, чувствами, а не каким-то все-таки более более адекватным, рациональным подходом, вот, то, соответственно, эмоции немножко улеглись. Сейчас, в прошествии, вот, ну, в прошествии этого времени, да, полугода эмоции улеглись. И я думаю, что мужчина, ну, начал скучать по вам, вот. Что-то мне это представляется, эээ, вот так, что он по вам скучает. Но, опять же, опять же, опять же, поймите правильно, мне бы не хотелось сразу обнадеживать. Да. То есть полгода срок, в принципе, вполне большой. И вполне может быть такая история, что, например, его тянет к вам, допустим, ну, потому что расстались, потому что расстались не очень хорошо, да, то есть, ну, такая, такой момент. Ну, вот. Но при этом, при этом, дальше дело не пойдет. То есть обычно, когда люди расстаются не хорошо, ну, то есть, как-никак не хорошо, да, не мирно расстаются, когда люди. Возникает такое чувство незавершенности. Вот. И хочется как-то завершить, либо там, не знаю, прощение попросить, либо просто сблизиться, поговорить, показать, мол, я вот не такой плохой, например, как, ну, как тебе кажется, допустим. Да? То есть это вот такая попременность, и за ней может, за ней может не стоять ничего. Вообще. Понимаете? Какая история. Поэтому обнадеживать вас я бы не хотел. Я думаю, что в любом случае стоит поговорить. Я думаю, что в любом случае стоит как-то объясниться, в любом случае стоит обсудить. Вот. Чтобы хотя бы демонстративно не замечать друг друга, не замечать друг друга, хотя бы делать о-о-о, но тем не менее. Не общайтесь все же и вы. Вот. То есть тут вот такой момент. Здесь мне кажется, что вы можете сами пойти на сближение. Вот. То есть я не вижу препятствий для этого. Ну, кроме, кроме, конечно, ваших ценностей, если вот вам не будущее такой расклад, да, то вот, то только разве что в этом контексте, только разве что исключительно в этом аспекте. То есть если вы там вот, ну, не хотите, да, идти, но навстречу, да, то в таком случае, я думаю, что не стоит. А так, если поговорить, в принципе, вы готовы, то, ну, сделайте первый шаг, общайтесь. Начните хотя бы просто с того, что задать вопрос человеку. Вот. Мужчины, они существа гордые, вот, к сожалению. гордые принципиальные, вот, и, к сожалению, гордые принципиальные не там, где надо, вот, не там, где надо быть. Понимаете? 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 Вот так правильно было бы сказать. Вот. Ну, что же поделать? Что-то, вы все-таки человека любили, вот, и, может быть, даже любите, не знаю, не знаю на этот счет ничего. Вот. Я полагаю, попробую что-то. Потому что очень часто бывает такая история, что, есть какая-то ссора, да, есть конфликт, ну, какой-то. Вот, потом время проходит, как бы это уже теряет свою актуальность, вот. Но человек не может отпустить, человек продолжает вести себя как будто актуально, но просто там еще сделать шаг вперед, да, сложно очень. Это нужно учитывать, и, соответственно, если вот что-то такое есть, да, то есть, это, вы знаете, да, своим молодым человеком, например, что он, что он, такой, вот, ну, такой гордый слишком, вот. То ему нужно помочь, ему нужно помочь. Ну, опять же, да, опять же. Только если вы этого сами хотите. Если вы этого сами не хотите, то не надо, потому что, ну, потому что, мужчина может вас ополкнуть, когда вы сделаете шаг навстречу, шаг вперед. Вот. И вам может быть больно, вот, ну, то есть, он может сделать вам больно. Снова, вот, и вам лучше, конечно, нести за это ответственность, собственную свою ответственность. То есть, не так, да, что вот вы сделали это, там, там, что я порекомендовал, например. А именно, если вы, если вы сами считаете, что пора, что хвачиваю. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, да, то есть, вопрос, конечно, в некоторой степени эзотерическим, мне показался. Потому что, ну, вы спрашиваете, что это может быть, а психологи-то, они не отвечают на вопрос, что это может быть, психологи отвечают на вопрос, что это есть. Поэтому, если вы обращались именно к эзотерикам в твоём вопросе, то вам лучше перенести свой текст в раздел эзотерики, там вам помогут. Ну, то есть, ответят именно вот на предмет предсказаний. А как психолог я могу вам ответить так. То есть, решите для себя, что вы готовы сделать для восстановления отношений. Каких-нибудь, каких угодно. То есть, необязательно даже, там, тех, что были до этого. Ответьте себе на этот вопрос. Я думаю, что сразу будет легче. По крайней мере, вам будет легче. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в личику ко мне. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего доброго и успехов вам в вашей ситуации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...